добрый день дамы и господа сегодня потихонечку собираюсь на охоту поеду к своему приятелю давнишнему январь февраль отличное время охоты на лис звери этого в избытке проблем с путевками нет выбор оружия он для каждого индивидуален по большому счету разницы большой нет просто каждая делает там предпочтение там сторону своего оружия мне ближе пулевой выстрел пулевой выстрел из нарезного оружия ну мой соболек вы все знаете оружие у меня давно оружие проверенное оружие на мой взгляд отличная соболь 22 лр специальный крепеж ручной работы бог знает какого года установлен шестикратный постоянник фирмы пентакс хватает мне его более чем за глаза могу вести прицельную стрельбу до 150 метров на 120 уверенно попадая но охота на лис проходит в ночное время поэтому у нас сегодня вот такой вот известный прицел в рекламе он не нуждается свете последних событий это юкон фотон рт что у нас тут четыре с половиной на 42 с это не мой прицел взял я его в компании пульсар гуру взял его под определенную работу сейчас мы его установим и думаю все у нас получится так еще раз хочу напомнить молодым охотникам ребят работает всегда комплекс главное в комплексе это сначала первое патрон второе карабин третье крепеж четвертое прицел вот я говорю у меня крепеж по-своему уникальный делали его очень очень давно руки золотые он надежен как сбербанк чтобы его снять и поставить требуется определенные усилия но это все окупается сторицей при прицельбе я вообще не люблю вот эти процедуры вот это вот снятие установку я считаю что все должно стоять один раз прочно и навсегда это не мой прицел так что у меня к нему нет специального крепежа здесь установлены кольца под вивер поэтому будем городить огород есть у меня вот такая переходная планка не самое лучшее но я думаю на тех дистанциях и на которых мы будем вести стрельбу это все терпимо и так почему фотон у меня есть возможность в принципе взять на эту охоту любой прицел из линейки пульсар но я по-прежнему уверен что фотон это лучшее что у нас было в прошлом году это открытие это бюджетный прицел одноклассников у него в ближайшем обозрении нет ну а уже следующее поколение по цене перекрывает его в два раза великолепный прицел для стартапа то есть как первый прицел а почему его выбрал именно я на мой взгляд вот увидите карабин не сильно перегружен все гармонично все здорово на мой взгляд и это очень очень серьезный комплекс давно хочу сделать из мелкашки такой комплекс прицел ночного видения и патрон 22 лр все что до 40 килограмм будет у вас багажнике опять же вот ты чё говорить то вчера только разговаривали с одним из вас звонил парень и спрашивал говорит чё лучше фотон или ультра 355 опять каждый сам выбирает не даю советов но вот касательно меня вот я не люблю торопиться там перебываться на бегу я люблю все делать спокойно с расстановочкой вот позвонили вы мне в пять вечера говорите жень пойдем лист душить я открываю свой сейф нет сначала иду на кухню пью чай смотрю телевизор курю потом не спеша открываю свой сейф достаю оттуда мелкан на нем стоит фотон приезжаю к восьми я готов к чему все это вот я бы купил два фотона поставил бы один бы жестко на стоп резьбу на мелкан так как это прицел дает возможность вести стрельбу днем в принципе ему тут и место ну а второе не знаю поставил бы может быть на арбалет может быть на 12 калибр я бы выбрал два фотона я считаю что у каждого ствола должно быть свое прицельное приспособление и не менять его туда-сюда потом вот такой вопрос ну вот реально оцените сколько у вас в 2017 году было зверовых охот с вышки вот посчитайте по пальцам руки зверь нынче дорог и вот здесь вот понять что можно купить конечно очень дорогой прицел а оправданы ли эти средства ну у каждого свой подход вот у меня есть там ведущий прицел не дай бог что с ним и одному богу известно когда я смогу его починить или приобрести подобный а когда у меня есть вот такой второй прицел я якобы на время заменяю его на основной сломанный и по всей видимости а хочу с ним до конца своих дней сложный вопрос здесь нет ответа вот такой комплекс у нас получился здесь он не полностью то есть мы его можно еще как-то украсить защитной лентой на ствол что-нибудь там повесить для красоты мол это там дульный тормоз какой-нибудь приспособить и вот тогда будет комплекс полностью готов будет интересная игрушка по мне вообще вот эта уникальная штука 22 лр и ночник в купе завтра в тир завтра пристреляем и на днях наверное убуду я в одну из соседних областей попробуем добыть лесу ну с этим все ясно понятно не думаю что проблемы будут лишь бы лисы пришли а сейчас хочу вам предложить одно увлекательное занятие вот почему-то у меня твердая уверенность что большинство из вас давненько не занимались этим делом позади новогодние праздники ну мы страна бедная живем мы плохо но я с ужасом вспоминаю вот этот новогодний стол я еще потом дней десять опустошал холодильник вот эти изыски все пережевывал и что-то мне вот хотелось вот сегодня я знаю точно чего мне хочется у вас впереди выходные у каждого есть шанс повторить это мне просто очень интересно вы пишите мне в комментариях когда вы последний раз этим занимались сколько раз на привале мы картошку пекли пировать пировали разговоры вели ах картошка 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 в кожуре уголек золотистые искры голубой а а а а а это а а а а и и а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok